Одна из причин того, что сегодня происходит в музыке, в музыкальном бизнесе в частности, заключается в системе ценностей участников. Здесь можно выделить как бы условно три группы участников. Первая группа – это музыканты, это люди, ценностью для которых является непосредственно музыка, гармония, мелодия, красота звучания и так далее. Вторая группа участников – это люди, которые приходят за известностью, славой, за популярностью. Для них, естественно, системой ценностей являются именно эти критерии. И третья группа участников – это бизнесмены, это люди, которые настроены на получение прибыли. Система выстроена таким образом, что вторая и третья группа, они более-менее могут еще найти язык между собой, общий язык какой-то. А для музыкантов все гораздо сложнее. И проблема в том, что, ну, к примеру, бизнесмен. Бизнесменам, поскольку это люди не от музыки, как бы их цель заключается в получении прибыли, и для них непонятны критерии, как оценить произведение. Для них не действуют такие критерии, как уникальность звучания, какой-то талант, еще что-то. То есть они могут только прагматично как-то рассуждать, глядя на рынок. То есть здесь чисто товаро-денежные отношения. В смысле, вот есть какой-то товар, который востребован на рынке, вот мы будем делать этот товар. То есть это, ну, как по аналогии с любым другим товаром. И бизнесмены готовы в это инвестировать, когда для них понятный товар. Для тех, кто ищет популярность и славу, для них сама музыка не имеет какого-то такого глубокого значения. И по факту эти люди тоже не особо глубоко копают, и они тоже не могут оценить уникальность произведения. То есть для них, опять же, поскольку их ценность – это слава, популярность, то есть они тоже видят просто музыку для себя как средство достижения своей цели. И, соответственно, они могут, так же, как бизнесмены, оценивать только на уровне товара, который есть на рынке. Ну, и, собственно говоря, двигаться в этом направлении. А вот для музыкантов здесь сложность, да, особенно для тех, кто действительно обладает настоящим талантом, кто неординарно мыслит и ищет какой-то уникальности, что, в общем-то, естественно для настоящего творческого человека. Поэтому пока не будет какого-то механизма для музыкантов, который будет работать и в их сторону тоже, мы будем наблюдать вот эту вот историю, которую мы наблюдаем сегодня. Но, к сожалению, это так. Всем добра, всем хорошей музыки. Пока.